Приветствую вас. Я бы, наверное, выделил бы здесь, сначала я бы выделил здесь вот то, что вы называете отсутствием уважения, как себе, да? Что вы понимаете под, допустим, неуважением, да? Что вы понимаете от неуважения? Что такое неуважение с вашим, по вашему мнению, говоралось словно. Вот, было бы неплохо этот момент как-то раскрыть, потому что мне сложно представить, что девушка, вот в вашем случае, может задевать самолюбие на шкуре тем, что она как-то к нему относится, вот как-то, именно как-то относится к нему. Вот. То есть у вас, ну, если были отношения, то они были относительно недолго, вот, вы пишете, что вот, пока пару недель после знакомства я понял, что она не относится ко мне, как я к ней. Ну, во-первых, пару недель знакомства это очень мало, чем начнем с этого. Вот. Людям все-таки требуется, зачастую, больше времени для того, чтобы, ну, для того, чтобы узнать человека, чтобы как-то вот проникнуться человеку. Вот. То есть если вы, если вы можете относиться к девушке уважительно сразу, да, то не факт, что она это же может делать объективно. Вот. И совершенно не факт, что она должна это делать. Вот. Другой вопрос, там, допустим, задевало ли вас это как-то? Если да, то чем? Вот. Я имею в виду ее отношение такое, такое. Вот. Если задевало, то чем? Если она относилась к вам не так, как вам хотелось, чтобы она относилась, то, опять же, какие у вас были ожидания относиться на нее, потому что это очень важная история для, ну, для вот, понимания вашей ситуации. Это очень важная история. На мой взгляд, по крайней мере. Вот. Это вот первое, что я хотел вам, наверное, сказать. Дальше. То, что вы описываете дата, что она, значит, сказала, что ей все равно. Сказала, что может с вами не общаться. Вот. И после этого она стала за вами наблюдать ответ на вас. Вот. Это свидетельствует о том, что, значит, вы ей интересны. Вот. Я не сказал, что вы ей нравитесь. Я сказал, что вы ей интересны. То есть ей на вас в этом смысле не плевать. Она смотрит, вы ей чем-то интересны. Чем? Чем вы ей интересны? Понятное дело. Понятное дело, я не знаю. То есть, понятное дело, вот, сказать, чем вы ей интересны, ну, нельзя. Сейчас, потому что, ну, тут просто спрос вот. Неясно, чем ей интересны. А возможно, вы привлекли ее своей реакцией на ее поступки. А возможно, чем-то еще. А возможно, она вообще просто боится близости. 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 Боится сближаться. Вот. Поэтому, мне кажется, что, если у вас есть обиды, какие-то, а вы пишете, что обиды у вас есть, вот, то ей, ну, наверное, имеет смысл это. Вам, вам имеет смысл разобраться с ними, вот, с родителями своими. То есть, ну, определить, что вас задевает в девушке, в ее отношении к вам, в ее поведении к вам, вот. И, соответственно, уже, когда вы будете, например, чувствовать себя более уверенно, допустим, допустим, вот, тогда вообще можно, можно будет говорить о чем-то. Тогда уже можно будет говорить о том, что вот, что вам хочется, о том, что вам нужно, о том, что что вы чувствуете к ней, и как бы вы хотели это реализовать. Вот. Вот вы пишите, да, он уже сказал прямо, что не вижу толка, толка, и вижу толка общаться. Как бы. Но какой, простите, какой толк может быть в общении? То есть, о-о-о, люди общаются в этом смысле не ради толка какого-то. Люди общаются, что им нравится, да, вы можете сказать, вот, она относилась ко мне неуважительно. Возможно. Она относилась ко мне уважительно. Это правда. С этим никто не спорит. Я, по крайней мере, не спорю точно. Что она действительно может, вероятно, относилась ко мне уважительно. Но если вы считаете, что ее отношение к вам неправильно, там, не верно, что оно вот, ну, что такого отношения быть не должно по отношению к вам, да. То есть, вы считаете, ну, неприемлемой вот такую историю, ее отношение к вам. Так, и нужно, как раз таки, обеспечить это. То есть, необходимо обеспечить, как бы вашу позицию. Понимаете? Вот. Подкрепить ее. А вы этого, вот, такое ощущение, да, что, ну, ну, не делаете этого. Вы не подкрепляете свою позицию ничем. Понимаете? Вот. И это проблематично для вас. Ага. Дальше. Вот вы пишите, что она правда просто и без разницы. То есть, почувствовала, почувствовала давление, наверное. Вот. Значит, она смотряла на меня в университете после этого, как будто хотела возобновить отношения. Нет. Нет. Это вы так решили. На начнем дело. Вот. Обновной момент, то есть, что вы так решили. Это вы решили, то есть, она хочет возобновить отношения. Как там на самом деле было, это неизвестно. То есть, неизвестно на самом деле, чего она хотела. Да? Вот. Это вы решили, что она хочет возобновить отношения с вами. Потому что, ну, вы, как бы, ей симпатизируете. Вот. Но у вас, опять же, по моему мнению, да, у вас и отношений как таковых не было. Потому что всего несколько недель знакомства у вас, это очень мало для отношений. То есть, как тут, когда, как тут узнать, вот, человека. Да? Вот. Поэтому, мне кажется, что здесь, ну, вот, так вот, такая вот история может быть, на мой взгляд, опять же, да? Это, это, это чисто вот, ну, чисто мое такое, мое такое мнение. По данному, по данному вопросу. Вот. Вот, соответственно, то, что я могу вам сказать, соответственно, то, что я могу вам ответить. И вы пытаетесь понять, вот, сейчас, да, пытаетесь понять, как она к вам относится. Потому что, это она, мы с ней в голову, как бы, как бы не залетим. Ну, вот. Она не хочет вам избежаться, но ей интересно. Вот. Поэтому, вам нужно определиться со своими обидами. Это первое. Откуда они проистекают со своими ожиданиями, это второе. И со своими чувствами к девушке, это третье. Всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова